и личным хоккеем. Далее мы поговорим о чиновниках. Волгоградские чиновники уже какую неделю соревнуются между собой. В нашей области проходит очередная спартакиада. Отправляемся на эту спартакиаду. Спартакиада чиновников Волгоградской области проводится уже восьмой раз. С каждым годом на трибунах собираются все больше и больше болельщиков. Участники соревнуются в мини-футболе, водном поло, пулевой стрельбе, бильярде, настольном теннисе и в других видах спорта. В минувшую субботу прошли финальные игры по водному поло. Фаворитом, естественно, была команда комитета физкультуры и спорта администрации Волгоградской области, за которую выступали председатель комитета Александр Галининов и олимпийская чемпионка по плаванию Пекина Лариса Ильченко. Спартакиада проходит уже не в первый раз, и не в первый раз я принимаю участие в данном состязании. Все весело, здорово, дружелюбно. Поэтому, как и всегда, только заряд положительных эмоций. Насколько тяжело играть в водное поло, несмотря на то, что Лариса, барышка, подготовленная? Ну, вы видите, пока еще я что-то могу в воде. Поэтому, конечно, мяч это для меня не совсем такой податливый инструмент. Все-таки я привыкла рассчитывать только на руки и ноги. Здесь все-таки командный вид спорта, здесь важна слаженность именно в действиях команды. Поэтому для меня сложновато, признаюсь честно. Это эмоции, это встреча с коллегами, это, знаете, такой азарт общения. Его ничто не заметит, неформальное общение. Я хочу сказать, команды прибавляют от года в год, комитеты все. Водное поло у нас является паритетным, одним из паритетных судей спорта. И люди уже выучили правила, все знают, даже апеллируют к судье. Жеребьевка вообще проходит очень интересно. И вообще вся спартакиада органов исполнительной и законодательной власти, она вызывает неподдельный интерес. Приходят семьи поддерживать, дети болеют за своих родителей. Поэтому я считаю, что эта спартакиада, она очень нужна для взаимодействия и для занятия физической культурой спорта. И чиновники показывают пример в хорошем смысле этого слова. Александр Сергеевич, а вот в играх между чиновниками бывали удаления? Конечно, но здесь надо понимать, делать поправку. Есть кто-то профессионально занимался, но это нельзя здесь применять эти приемы. Я считаю, что это будет неспортивно. Поэтому, ну, можно показывать, так сказать, здесь мастерство, это техника. Но грубо говоря, она не допускается. В финальном матче физкультурники переиграли команду Комитета культуры 5-1. Тем не менее, спортивное ведомство не является безоговорочным фаворитом. Например, в прошлом году первое общекомандное место досталось финансистам, которые и в этом сезоне являются одними из лидеров. Спартакиада близится уже к своему завершению. 23 декабря состоятся заключительные старты и церемония награждения.